Давайте начнём. Каждый ремикс-пак состоит из аудиодорожек, которые были использованы в оригинале и мы обязательно должны использовать что-либо из них, чтобы у нас ремикс был ремиксом, а не каким-то отдельным файлом. Я выделяю все файлы, единственное, что вот этот файл я создал для инструментальной версии, поэтому я его убираю из выделения и добавляю все эти файлы в Reaper. Он меня спрашивает о том, добавит ли каждый трек на отдельную дорожку, я говорю да, и мы видим подорожечно весь наш ремикс-пак. Так как я видел этот ремикс-пак, я знаю, что вот эти две дорожки глючные, поэтому я их немножко видоизменяю. Давайте послушаем, что у нас получается. Это полная несведёнка. Так как в названии дорожек нет названия вокал, нам приходится искать эти дорожки. Сейчас методом Solo Mute я попробую найти нужные нам дорожки. Итак, я отобрал аудиодорожки с вокалом. Их у нас получилось 6 штук. Мне остаётся удалить ненужные файлы из ремикс-пака и назвать наши вокальные дорожки по-нормальному. Вокал 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, чтобы при импорте в другую программу мы понимали, что мы импортируем, чтобы мы могли спокойно работать, зная, что звучит. В одной из дорожек есть тишина. В конце мы её убираем. Выделяем регион. Выбираем дорожки и отправляем на рендер. Выбираем папочку кукла Mute. Обязательно ставим галочку Render Steams для того, чтобы каждая наша дорожка была отрендерена в отдельный файл под названием этой самой дорожки. И я не буду вам рассказывать о том, какие тут можно настройки сделать по аудиофайлам. Я просто ставлю всё по умолчанию. Вы, конечно, можете делать всё по-своему. В общем, сколько угодно, какое любое качество. Оставлю на рендеринг. Тут в ней я вижу, как будут называться файлы. И мы переходим во Fruity Loops. В этой программе я первым делом поставил бы вам добавить папочку куклы Mute в браузер, чтобы было гораздо удобнее импортировать файлы. Вот, смотрите, слева у нас есть 6 вокалов. И ещё кукла Mute – это общий mixdown, который нам не нужен. Ну что, мы берём плейлист и импортируем вокал простым drag and drop. Расставляем всё в самое начало. Выбираем наш BPM 124, который был указан на ремикс паке. И смотрим на то, что у нас получается. Меня не устраивает то, что вокальные дорожки я еле-еле вижу, поэтому я предлагаю применять вот такое небольшое читерство, применять Normalize на все эти дорожки. Конечно, при конечном сведении нам Normalize не нужен будет, мы просто-напросто его отключим и будем управлять звуком чистого оригинала. Я приучил себя сразу при импорте каких-либо файлов настраивать каналы и называть их в честь этих файлов, чтобы потом в будущем это помогало в быстром обнаружении, где что звучит или чтобы побыстрее всё поставить. Когда в работе всё чётко и ясно, приятнее работать, согласитесь. Ну а теперь давайте послушаем, что получается. Нам надо только переключиться в режим песни и… Мы видим, что первые два канала у нас являются дабл-треками. Ну что же, эти дабл-треки требуют хорошего бита.